Рефери в октагоне, Дауримбек Джакаев. Бойцы, на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, все действия прекращаем. После команды бред, шаг назад. Все ясно? Пожаря руки. Удачи! Только что мне показалось, или действительно Эрнест избегал взгляда глаза в глаза со своим оппонентом. Но я не думаю, что это говорит о какой-то неуверенности этого бойца. Почему? Потому что то, что он обычно показывает в ринге, это настоящее зрелище. Для любителей техничных боев Эрнест является одним из самых крутых бойцов. И сейчас вот как раз-таки настало время для первого раунда. А ты знаком с Насриловым? Нет, к сожалению, не знаком. Но я слышал, что он участвовал в подобных соревнованиях в России. И у него есть опыт, думаю. Ну, что видно, что у него есть опыт. И хочет подраться. Ну, интересно будет противостояние. Как вы говорили, что нокаута не видеть, по-моему. Но будет заруба, по-моему. Но я думаю, что оба бойца могут совершить нокаут. Да. Вот я сейчас смотрю на их противостояние. И я прям вижу разницу между двумя школами. Между узбекской школой бокса и казахской школой бокса. Ну, я бы так не думал. Потому что Насрилов и дерется по правилам ММА. Потому что у него не полностью база бокса. И он занимался и борьбой, и по рукопашным боям он участвовал. Поэтому все равно он будет драться. Ну, видно, что у фельдшера больше опыта в боксе. И мастер спорта. Да, именно в боксе. Потому что мастер спорта – это легко не получишь по боксу. Конечно, да. Драться против боксера – это очень трудно в руках, конечно. Я бы посоветовал двигаться Насрилова. Потому что застоять вместе – это опасно. Ну, а тем временем бойцы завязались в клинче. Чуть больше прессингует своего соперника Эрнест. Да. Ну, Насрилов хочет этот клинчевать. О, был только что джеб. Да, да, да. Пропустил, пропустил. Очень резкий фликер джеб только что. Надо двигаться, надо двигаться. Остается на месте, получает удар. Слушай, если бы ты сейчас оказался в углу у Насрилова. Я бы посоветовал двигаться на другую сторону, на левую сторону от Фельдшера. Потому что ему будет неудобно работать. Потому что видно, что он правой рукой хорошо бьет Фельдшер. Целится на. Так, ну что ж, первый раунд как ты считаешь, за кем? Ну, конечно, Фельдшер, по-моему, выиграл. Ну, не по-моему, это точно, потому что много ударов. Весец у него был. Я бы посоветовал побольше работать с передней рукой. Фельдшер хочет вырубить свой соперник. Это видно. Нацеление идет на это. Убегать от правой руки. Посмотрим, что будет во втором раунде. Да. Считанные секунды до второго отрезка этого противостояния. Бойцы готовы и они вступают в бой. Через корпус надо было работать. А, ты имеешься на стрелок, да? Да, да, на стрелок. Через корпус надо работать. Потому что видно, что соперник бегает от рук. Вот, вот, вот. Двигаться, вот, вот, правильно делать. Надо давить, надо давить. О, два апперкота друг против друга. И это было жестко. Они оба попали, между прочим. Но плечами работают. Интересно так, да, смотреть, как по правилам бокса работает плечами. О, два апперкота друг от Бэкфиса. Разворота у нас руло. Раздергивает потихоньку фельдшер. Да, хочет открыть на правую руку. Да, видно, что это. Не видно нам только что было из-за того, что не тот ракурс. Неправильную сторону двигаться в нас руло. Фельдшер все правильно делает. О, обоюдные попадания еще раз в этом поединке. Рискует, рискует фельдшер. Да, он с опущенными руками. Да, недоценный соперник, может соперник. Это очень опасное дело. О, вот, вот. Отличный хэд-мувмент показывает нас руло. И фельдшер кинул два джеба и не попал. Вот третий уже. Возможно, он прикармливает, конечно, но... Ну, не надо было быть огнем. Это игра с огнем. Да, 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 конечно. Он уже получил пару ударов. Хороший парень. Хороший парень. Не, не надо так. О, вот это хорошо. Вот это было только что хорошо от фельдшера. Хороший удар. Ну, хороший работа. Хорошие поработали. Так, ну, второй раунд лично мне подсказал одну вещь. Мне кажется, то, что вся интрига будет... Возможно, второй раунд отдали нас руло. И, возможно, один-один у нас по раунду. Соответственно, вся интрига заключается в том, как пройдет именно третий раунд. Все покидают ринг. Все покидают, кроме бойцов и рефери. Последний раунд, да, по-моему? Да, это третий раунд. Последний раунд. Надо показывать. Надо показывать свои силы. Это последние две минуты остались. Надо бы поработать, но с руло, потому что вряд ли он выигрывает этот бой. Таким способом. Были попадания с обеих сторон. Да, да, да. Головой попал, по-моему, да? На с руло. Я этого не увидел, но, возможно... Возможно, головой попал. Перед на руку надо работать. Правильно посоветуюсь, этот почтальон, этот. Ловит все-таки на контратаках. Раздергивает на атаку. О, только что словил Фельдшер все-таки одно попадание. Но, тем не менее, он раздергивает своего оппонента. Чтобы тот выкинул оверхенд. Уходит от него и пробивает своей правой. Это ошибка на руло, потому что двойка надо быть. Двойка надо... Он один раз ударит, он потом остановится. Надо давить таким... Хочет так ударить, надо давить соперника. Вот так вот не пойдет. Раздергивает, раздергивает своего оппонента Эрнест. Кажется, головой вот сейчас я увидел удар. Да, каждый раз. На самом деле, молодец Фельдшер, не жалуется. Уже пару раз попадал в голову. О, вот это удар! Я сам почувствовал этот удар. У меня только что выделился адреналин где-то, знаешь, в районе надпочечников. Насруло Маймонов, к сожалению, проигрывает этот поединок досрочно бойцу, которого зовут Эрнест Кокомбаев, и у которого теперь рекорд две победы на матэси и один несостоявшийся поединок. Две досрочные, да? Нет. Нет. Одно решение против противотиватора, и одно получается досрочным. Мне очень нравится, когда человек, боец, я имею в виду, может себе позволить вести весь бой, быть уверенным, и в самом конце, как вишенка на торте, он берет и ставит точку в противостоянии. Да, да, да. Это говорит о каком-то мастерстве. Ну что ж, что я могу сказать? Эрнест Кокомбаев, запомните это имя. Я думаю, что скоро он наведет какого-то шума. Конечно. Продолжение следует... За 30 секунд до окончания третьего раунда техническим нокаутом победу одерживает боец из красного угла Эрнест Фельдшер Кокомбаев. Пока, Ручки. Поблагодарили. Молодцы. Отлично. Молодцы. Эрнест, поздравляю тебя с победой, с ярким выступлением, с возвращением. Как тебе драться в Шингартах? Все-таки новый первый опыт. По ходу поединка были моменты опасные для тебя. Я видел пару пропущенных ударов, но ты все равно задавал свой темп и победил досрочно. Всем ассалам алейкум. Рад вернуться спустя полгода в этот промоушен. Это была, это моя наихудшая форма. Я еще не в форме. И хочу сказать всему своему дивизиону. И там вчера на пресс-конференции узбекский спортсмен там говорил, дайте мне с ним бой за пояс. Джиги, бой останется в Казахстане, ой, пояс останется в Казахстане, а именно в Караганде я его заберу, этот пояс. Проходу никому не дам, тем более узбекским спортсменам, кыргизским там, российцам. Он будет в Казахстане. Хочу поблагодарить пацанов своих с моего поселка, с Петровки, Назар, Тимоха, Алмат, Даня, Рахмет вам за помощь. Своей организации, в которой я работаю, тоже Рахмет, Денис, спасибо. И одному человеку тоже. Он попросил не говорить его имя, но он поймет. Рахмет вам. Поздравляю еще раз с победой. Как скоро тебя увидим. Следующий турнир я буду в своей лучшей форме. И конкретно, говорю, проходу 57 никому не дам. Пусть даже никто надежды не вешает. Приземлитесь с небес, придите в чувства, ребята. Громкое заявление. Эрнест Фельдшер Кокомбаев.